Рузаевский районный суд займётся делом об убийстве 65-летнего жителя Ковылкинского района. Трагедия случилась в селе Спасское 10 октября прошлого года. Тогда в пустующий дом родственников приехал 42-летний житель Челябинской области. К нему в гости из Ковылкинского района наведался 65-летний дядя. Отметить встречу было решено алкоголем. В ходе распития из-за малозначительного повода между ними произошла ссора, и в результате обвиняемый убил своего дядю. Как выяснилось позже, родственник наведал племянника не просто так. Узнав о приезде Челябинца, он решил, что нужно поговорить о наследстве. Дядя заявил, что в доме умерших родственников будет жить он. Видимо, такая версия племяннику не понравилась, и он схватился за нож. Удары пришлись в шею и грудь. Дядя умер на месте. Испугавшись наказания, родственник спрятал тело в огороде и уехал домой в Челябинск. Родственники потерпевшего, обеспокоенные тем, что он не выходит на связь, 27 октября 2017 года обратились в правоохранительные органы с заявлением о его безвестном исчезновении. В результате проведенных оперативно-поисковых мероприятий сотрудниками полиции тело потерпевшего было обнаружено в огороде возле данного жилого дома, которое было прикрыто досками и шифером. В ходе расследования выяснилось, что к убийству причатен племянник. Тогда информация о его задержании была передана Челябинской полиции. Мужчина был задержан и этапирован в Мордовию. Своё вино обвиняемый полностью признал. Сейчас он находится под стражей и ожидает суда. Если Фемида признает его виновным, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Ещё одна кровавая семейная драма случилась 20 марта в Ковылкинском селе Новое Пшенево. Братья Кузнецовы распивали спиртное, но доза алкоголя оказалась слишком большой. Находясь в сильном опьянении, родственники поссорились. В результате подозреваемый взял своё ружьё и выстрелил в область грудной клетки своему брату, после чего лёг спать. Уже утром, проснувшись рядом с телом брата, Кузнецов-младший осознал содеянное и сообщил своим родителям. Те, в свою очередь, позвонили в полицию. Подозреваемого задержали. Ковылкинским районным судом в отношении него избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении данного преступления. Свою причастность к произошедшему он не отрицает. Екатерина Шокурова, Григорий Денисов. Программа «Происшествие».